Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Выполнение задач, обозначенных в майских указах президента, этой теме посвятили совместное заседание Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. Заседание прошло в Кремле под председательством Владимира Путина. Участие в нем принял губернатор Неницкого округа Игорь Кошин, отметив, что значение майских указов президента для развития страны сложно переоценить. Майские указы придали новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах. С этого начал заседание Государственного совета президента страны Владимир Путин. Развитие отмечено в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. Достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед. Только так можно ответить на запросы людей. Они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи. Это касается социальной сферы и государственного управления, создания современных рабочих мест и условий для ведения бизнеса, качества жилья, экологии и в целом пространства для жизни. Многие положения майских указов получили логическое развитие в приоритетных проектах правительства России и других программах и планах. Сейчас, отметил президент, важно посмотреть на то, что сделано, обозначить проблемные зоны, сформулировать дальнейшие действия. И начать решили с трех блоков. Первый из которых – предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ. В целом по стране работает 3000 многофункциональных центров, которые предоставляют практически весь спектр госуслуг. В прошлом году число обращений превысило 60 миллионов. Этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано. Ведь в некоторых центрах пока еще сохраняются очереди, как ни странно. Далеко не везде предоставляется полный спектр услуг. А их качество даже там, в МФЦ, не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют. Обращаю внимание, именно их мнение, именно мнение людей, пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров. Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Востребованность услуг МФЦ растет и в Нейнском округе. В январе-марте 2017 года в окна многофункциональных центров региона поступило порядка 13 тысяч обращений. В первом квартале 2016-го – порядка 11 тысяч. Чуть более половины госуслуг через офисы мои документы оказаны жителям окруженных сел. Но отстаем мы по получению услуг в электронном виде. В регионе только порядка 20% жителей зарегистрированы в информационной системе и получают госуслуги в электронном виде, тогда как показатель должен быть 50% от количества полученных госуслуг. Над этим в округе будут работать. По мере создания инфраструктуры и упрощения всех процедур растут и ожидания граждан. Поэтому многофункциональные центры должны развиваться и дальше в соответствии с ожиданиями. А сам процесс предоставления госуслуг должен становиться все проще и удобнее. Следующим этапом повышения удобства работы МФЦ для граждан станет переход к модели работы от жизненной ситуации, а не от государственной услуги. Приведу пример, что это означает на практике. Когда в семье рождается ребенок, родителям нужно одновременно получить до 19 государственных услуг, оформить средства рождения, материнский капитал, прописать ребенка в квартире и так далее. На каждую услугу необходимо свое заявление. Мы же хотим сделать так, чтобы подавалось одно заявление, а всю остальную работу брало на себя государство. Кроме того, необходимо организовать оплату госуслуг через сотрудников МФЦ, и такой законопроект уже подготовлен. Также правительством совместно с налоговой службой ведется работа над возможностью приема налоговых деклараций и предоставления других услуг в МФЦ. Еще один шаг – завершение разработки административных регламентов предоставления услуг. Так необходимо обеспечить электронные взаимодействия МФЦ и государственных органов. Второй блок вопросов посвятили независимой оценке качества работы организации социальной сферы. Это, отметил Владимир Путин, реальная возможность для людей влиять на процесс изменения в работе тех учреждений, которые наиболее важны в конкретной ежедневной практической жизни. Это больницы, поликлиники, учреждения образования и культуры. Поэтому полученные результаты не должны подшиваться, разумеется, в папку, ложиться под сукно. Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан. И предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности. И Ненецкому округу здесь есть над чем работать. Для нас крайне важно учитывать мнение наших жителей по качеству работы тех либо иных учреждений. И вы знаете, не все органы власти с первой попыткой сформировали общественные советы, действительно независимые. Тем не менее, мне удалось настоять. И сегодня у нас активно работающие общественные советы, которые с альтернативной точки зрения, что очень важно. И сейчас нам еще необходимо отработать механизм, чтобы мы имели возможность учитывать мнение граждан по тому, как работает наша больница, поликлиника, государственные бюджетные учреждения, оказывающие те либо иные услуги. Мы должны иметь независимую оценку. Еще один вопрос повестки дня – ликвидация аварийного жилья. Речь идет о миллионах квадратных метров. Задача поставлена масштабная. До сентября 2017 года предоставить новое комфортное жилье более 700 тысячам жителей страны. На 1 апреля текущего года расселено 520 тысяч человек. Это почти 73% от планового показателя. Подавляющее большинство субъектов Федерации, как показывают данные, выполняют поставленные задачи, несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня. Поэтому президент страны Владимир Путин поручил правительству подумать о мерах их поощрения, включая финансовые. Мы считаем, что все регионы, которые успешно справятся с задачей в установленные сроки, также достойны получить дополнительное финансирование, чтобы не затягивая уже в этом году приступить к расселению вновь образующегося аварийного фонда. Те губернаты, которые не выполнят взятые на себя обязательства вовремя, должны публично объяснить эту проблему людям, припринять все усилия по скорейшему завершению задачи, безусловно, понимать всю ответственность. Ниньский округ по переселению из аварийного жилья в числе лидеров. Программу удалось закрыть раньше срока. Мы здесь в тех четверности субъектов, которые вовремя справились с этой проблематикой, по первому этапу. То есть мы расселили ветхоаварийное жилье, которое таковым являлось на 1 января 2012 года. И сейчас наша задача ни в коем случае, несмотря на очень сложную ситуацию с доходами, несмотря на, скажем так, невысокие цены на нефть, наша задача такими же темпами продолжать строительство жилья для того, чтобы выполнить и второй этап. Нам осталось расселить, на самом деле, много не мало, порядка 46 тысяч квадратных метров. И я уверен, что и наши строители, и наши финансисты обеспечат выполнение майских указов в этой части. Механизмы расселения из аварийного жилфонда должны стать постоянно действующими. Разработать их президент страны поручил правительству совместно с регионами, чтобы запустить с 1 января 2019 года. На переходный период предложено продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более, что проект закона в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым. Очень важно, чтобы была исполнена та инициатива, то поручение, которое только что сформулировано было президентом, по подготовке закона проекта о создании постоянно действующего механизма, который бы заработал с 1 января 2019 года. Потому что это основной вопрос, который, во всяком случае, и мне, как председателю правительства, и своим коллегам задают губернаторы, а что делать дальше. Вот как раз этот законопроект, подготовленный по указанию президента, на этот вопрос должен ответить. Подводя итоги заседания, Владимир Путин отметил, что в целом работа идёт, и она заслуживает удовлетворительной оценки. Сейчас важно не сбавлять темпы, а двигаться вперёд и по другим вопросам, которые изложены в майских указах 2012 года. Мария Владимирова, Александр Дуркин, Телеканал Север.